Окей, спасибо всем, кто участвует в жизни Каролины, и там ей еще нужна помощь, и САК организуют все эти дела, поэтому, кто может, пожалуйста. Шаббат шалом, шувани, рутселаги для коллег кейла. Всем хочу сказать шаббат шалом, все общения. Я очень рад вернуться домой. Меня практически две недели не было в Израиле. И если у нас вся система будет работать нормально, то у нас мы сможем посмотреть небольшой клип, который мы вместе с Мишей сделали про Тайвань и Сингапур. Я в нескольких словах расскажу. Я был в Тайване, вы, наверное, знаете, что это за страна. Сначала был один большой Китай, и сейчас они разделились на две страны. У них разные, есть некоторые противоречия между собой, но это все те же китайцы. Я очень впечатлился от всей своей поездки и отношения, которые построил с китайцами. Это были ребята, которые пару раз у нас были. Недавно у нас был, сколько, несколько месяцев назад, вечер тайваньской культуры. Это вот те же самые люди. И они достаточно, у меня был забитый график, они меня организовали очень много встреч и семинаров и лекций. И в этих странах, в этих городах, очень много верующих. И когда-то давно это были места поклонения Будды. Но сейчас эти люди очень открылись для веры. Они не знают, сколько верующих в Тайване, но в Сингапуре говорят, что 100 миллионов верующих в Иешуа. Я не знаю, сколько верующих в Тайване, в самом Китае есть где-то 100 миллионов верующих в Иешуа. Вы знаете, это просто представьте себе номер 100 миллионов верующих в Иешуа, и все это в последнее время было. И все они говорят про себя и приписывают нас тоже к себе, и говорят, что все мы азиаты. Они говорят, что мы западные азиаты, а те восточные азиаты. То есть они на другом языке, можно сказать, подтекст на китайском языке таков, что они больше открыты для Иешуа израильского, чем для Иешуа европейского. И это движение во всем мире такое. Поэтому научитесь благовестовать. У нас очень много есть мест, где ждут нас с открытыми руками. Во втором месте, где я был, это был Сингапур. Место, которое мне может быть напомнило Вавилон 5000 лет назад. Это место постоянно занятое. Я не видел такого количества сосредоточения и магазинов и ресторанов, как в Сингапуре. Но также люди были очень открыты для слова Иешуа. Я посетил несколько общин там. Одна из общин была индонезийцей. Мы на карте не видим Индонезию. Но если мы, например, сравним Индонезию с Россией, можно сравнить, кстати. Индонезия в своей территории только где-то на 20% меньше России, насколько бы нам ни казалось, это странно. Огромная страна. 260 миллионов населения. Это огромная мусульманская страна. Но там очень происходит большое открытие и пробуждение. 30% индонезийцев сейчас верят в Иешуа. И есть у них огромные общины по 2-3 тысячи человек. И несмотря на то, что это мусульманская страна, люди любят, общины любят и молятся за Израиль. И также были очень открыты для слова Иссиона. Я впечатлился от всей этой поездки. Я был представителем Шавей Цион. И для меня это было очень интересно также прикоснуться, окунуться в культуру, которую я до этого не знал. Особенно в Таиване. И снова, Синьи. Китайцы. Это, наверное, один из 70 народов, которые уже существовали во времена Нуаха. И в китайской культуре очень ясно прослеживается послание, библейское послание, но оно каким-то образом завуалировано и скрыто. Например, в их иероглифах очень много есть вещей, которые мы читаем в Танахе. Поэтому еврейский мидраж, что Господь открыл Себя всему миру, он истинен. Но не весь мир захотел пойти за Ним. Но сейчас мы видим, что происходит это изменение. Потом посмотрим это видео. А я хочу сейчас обратиться к Божьему Слову. И, как я сказал уже, у нас недельная глава называется «Шлах». И когда мы изучаем Святые Писания, особенно еврейским образом, я, естественно, говорю про недельные чтения и про чтения из авторы, которые следуют за этим. Нам нужно понять, что есть естественная связь и с Новым Заветом. Я хочу дать вам пример. Мы знаем, что в Торе существует где-то 52 части недельных глав. Когда мы читаем одну за другой. И, конечно, есть авторот, которые тоже не связаны с темой, они не связаны с темой, они не связаны с темой, но в зависимости от того, И автора не разделена хронологическим образом, но она разделена по темам. Например, в несколько недельных главах мы читали неделю чтения, которая называется «Проказа». Кто помнит? Помните? И вы знаете, какое место из Танаха связано с этой недельной главой? Сипор о Нейман. Аманхик Синни, Сури, что я холю в Митсура. И место с авторой, которое связано с недельной главой Митсура, это рассказ про сирийского военачальника Неймана. И, если мы читаем Новый Завет, мы также можем найти там часть, которая связана с недельной главой. Вы помните, что проказа, это была болезнь, которая случалась из-за чего? Ростик говорит, «Милашон ра». Из-за злого языка. Кто в Новом Завете говорит о языке? Яков. Поэтому эту схему мы можем видеть недельная глава Митсура Проказа, потом рассказ про Нейман, и потом послание Якова. И когда мы все это изучаем, вместе, то мы получаем слово, которое актуально нам сегодня, не только какой-то рассказ из далекого прошлого. Поэтому понедельная глава про Саглидатаев и вся эта история, я увидел связь послания Павла к Колоссянам. Естественно, Колоссяна можно присоединить к другим местам, но только частично. Я хочу рассказать немного предыстории. Шауль пишет Колоссянам, в 65-м году после нашей эры. В Колоссянам была очень сильная землетрясение. Это был город, который восстанавливали. А Шауль, в общем, нотен идут шам лейхудим и не лейхудим шагарим шам и шамам и не лейхудим. И Шауль дает свидетельство евреям и неевреям, которые живут в этом городе. Это люди, которые проходят сильные испытания, у них сложное положение. И почему послание Колоссяна можно присоединить к недельной главе Ишлах? Потому что также в то время израильский народ проходил сложные времена. У них было время в пустыне. Но я хочу немножко напомнить нам, что там произошло. Какой балаган произошел в пустыне до того, как они послали саглядателей? Вы изучали это неделю назад. Кто помнит? Мясо. Басар. Что было до мяса? Помните, был балаган с Мирьям. Мирьям получила проказу. И есть толкование очень сильное по этой теме. Мирьям стала говорить против Моше. И Господь оказал ее проказы, и она стала вся белой. Не все понимают, что там была за предыстория. Это историю можно объяснить таким образом. Помните, когда Моше вышел из земли Мадиамской в Израиль? В Египте, да? В Египте, да? Он взял с собой свою жену и двоих детей. Помните, да? Но когда они приблизились, их встретил Аарон. Аарон сказал, зачем ты взял их с собой? Их сейчас поймают египтяне и будут манипулировать, шантажировать тебя твоими детьми. И тогда Моше возвращает их к своему тестью в землю Мадиамскую. Но когда народ израильский под лидерством Моисея выходят в сторону Израиля, мы помним, как Итро возвращает жену и двоих сыновей Моисею. В отличие от христианства в иудаизме есть святое отношение между мужем и женой. И есть интимное отношение между мужем и женой и когда даже Священные Писания говорят нам, что это очень важно. Афилу что михатним шнаем умрым микудашим 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 то у него крылышки выросли. А он стал отделенный и они двое стали принадлежать друг другу. Поэтому в Бойтее написано, что двое становятся одной плотью и у них есть свои интимные отношения. написано написано в торе когда народ израильский приблизился к горе Синай Господь сказал «осветитесь каждому осветитесь для меня». Даже не прикасайтесь к женам. Естественно это был небольшой период времени, но это было слово для каждого израильского мужчины, который там стоял. И так они сделали. Но после этого весь народ израильский получил тору и вернулся к своей обыденной жизни. Кроме Моше. Почему? Потому что мы помним, что Бог очень часто разговаривал с Моше. Это был целый процесс когда народ израильский получал тору и инструкцию для жизни. И поэтому Моше и Ципора между собой решили на короткий период времени, может быть, на более длинный, где-то на полгода, быть отдаленными. быть отдаленными друг от друга для того, чтобы каждый принадлежал в это время только Богу. Мириам не поняла это и сказала Моше все, что она об этом говорит, почему ты оставил свою жену? Тебя очень красивая жена. Почему ты ее оставил? И Господь наказал ее и сказал не говори если ты не знаешь все в точности. Все это произошло перед всем народом. И вот еще один балаган приходит. Они стоят недалеко уже от земли обетованной. и мы читали ту историю которую прочитал уже Ицхак. Целью было завоевание этой земли. Скажите мне если кто-то хочет завоевать что-то посылают ли представителей? А присылают ли министров? Для того чтобы обойти землю. посылают опытных офицеров или солдат какой-то спецназ. Комоган посылают разведку прежде всего которые знают каким образом все рассмотреть узнать и каким образом лучше всего будет завоевать. Но здесь мы читаем про бардак. И мы знаем что Господь говорит Може и он говорит на языке Танаха пошли себе пошли себе пошли себе пошли себе если бы это было от Господа то Бог бы сказал пошли для того чтобы проверить землю но Господь говорит пошли себе почему потому что Господь до этого говорит я даю вам эту добрую землю ничего проверять там не надо поэтому если когда мы читаем на русском или на другом чужом языке то такое ощущение становится что Господь повелевает послать но на еврите совершенно не так если мы прыгаем на второзаконие первая глава 22 стих там вообще все написано очень ясно он говорит вы пришли ко мне и вы надавили на меня чтобы я послал саглядаты то есть там был полный балаган и на самом деле это было предательство Бога с самого начала поэтому в этой истории мы хотим научиться нескольким урокам поэтому я дал вам предисловие для того чтобы мы поняли чему нам можно научиться из всей этой истории и вот первый урок Yeshua сказал одно слово когда-то там где сокровище ваше там и сердце ваше будет когда народ Израиля стоял там в пустыне они были очень далеки от полного желания зайти в эту обитовую землю их желание не было обитованная земля их голова была все еще в Египте они внутри они не были готовы они были все еще своей головой в Египте и там они хотели остаться и все это приключение было для них пойти и сделать что-то новое было для них очень далеко они иногда смотрю в фейсбуке я вижу разные посты я вижу человека который здесь жил в Израиле 3-4-5 лет вдруг пишет мы собираемся переехать в Канаду слава Богу и я уходите как можно быстрее потому что жить в этой стране это огромное призвание в и в в израиль мечтали жить здесь и не смогли а нам это нашему поколению Господь дал эту возможность мы дал возможность приехать сюда но мы смотрим, только вспоминаем египетские или канадские огурцы и возможно они вкусные и очень хорошо жить в Канаде или в Америке но есть духовная ценность тому, где ты находишься если мы читаем Колоссянам то Шауль говорит Колоссянам только одно слово он говорит, вы пришли к благословению когда вы выходите из тьмы и идете к свету так будьте достойными этого света вы понимаете, о чем я говорю? если через Иешуа мы пришли в землю святую которая принадлежит Богу я говорю сейчас не про саму землю а про качество нашей жизни если мы оставили нашу тьму и оставили грех и благодаря Иешуа мы пришли мы пришли в то место где мы ближе к Богу потом все автоматически не двигается и Шауль говорит вы будьте достойны этой новой жизни скажите мне что вы думаете значит быть достойным этого нового положения в Машехи что это значит? верность очень важно говорите ним нам нужно быть верными Богу и наши дела должны отличаться еще что значит быть принадлежащими Иешуа выйти из тьмы и войти в свет скажите еще что это значит нужно изменить мышление нужно изменить свои слова нужно изменить поведение мы должны отличаться от тех которыми мы были поэтому когда мы приходим в новую землю в обитованную землю у нас есть несколько пунктов по которым мы должны измениться недельное чтение шлах выявляют в народе Израиля проблему они не были готовы зайти в обитованную землю но очень хорошо когда проблему можно выяснить когда человек постоянно себя плохо чувствует постоянно болеет и нет точного диагноза это проблема но когда есть диагноз то можно найти лечение поэтому недельная глава шлах выяснила проблему Израиля поставила диагноз но если у нас есть сегодня диагноз наша недельная глава объясняет нам где мы находимся мы как мессианские евреи чувствуем ли мы себя хорошо в этой стране моя ли это страна стал ли я израильтянином изменился ли я для этой страны или я продолжаю быть гоем с Копчатки я не хочу никого обидеть но иногда я слышу говорят что это за глупости и кашрут что это за ерунда что это у вас за праздники ваши странные я думаю наше послание здесь очень ясное и вот недельная глава шлах объясняет нам ребята это большая честь быть и жить в этой стране и очень важно чтобы мы здесь жили как мессианские евреи но кто-то может сказать ну я по нации не еврей я сочетался браком с евреем или с еврейкой и мне не важно ваша культура я живу своей жизнью вы знаете вспомните рут которая сказала твой бог будет моим богом и твой народ будет моим народом это не только вера в машеха которая очень важна это не только вера в единого бога слушай израиль господь бог твой бог един есть это быть израильтянином какой стал рут это изменение это не значит что сейчас нужно становиться религиозным евреем я не про это говорю ну да мессианским евреем это да когда ты любишь эту страну когда ты принимаешь культуру которая здесь существовала и всегда будет это бедюк и это то к чему не готов был народ израильский в пустыне и мой вопрос к вам если вы к этому готовы потому что если мы хотим быть здесь светом поэтому послушайте если вы будете есть бекон светом вы здесь не будете это точно я вам говорю может быть на Аляске вы будете в Сингапуре тоже может быть а в Израиле нет принять Господа и принять образ жизни принять Святой Шаббат и принять все праздники которые Господь дал нам потому что написано не для себя я это делаю но для вас еще небольшой урок оптимист и пессимист кто знает что такое оптимист и что такое пессимист кто знает разницу между оптимистом и пессимистом лучше поднимите руки 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 Я расскажу вам рассказ. Пессимист говорит, у меня состояние, капец, хуже уже не будет. Оптимист говорит, не переживай, будет, будет. Будет еще хуже. Будет хуже. Естественно, это смех. Естественно, я шучу. Но вот, саглядаты. И у них они получили слово с небес. Это даже не было слово от муше нашего учителя. Господь сказал, земля, в которую я вас веду, земля добрая, хорошая. Я помогаю вам. И вы завоюете ее, вы ее всю заберете. Всех великанов, которые живут там, вы их порежете на кусочки. В этой стране тогда жили, как на русском сказать, амареи, которые были великанами. Что значит великаны? Если вы зайдете в интернет, вы увидите, что есть исследования, раскопки, когда находят кости людей, оценивающих в 3-4 метра роста. 5-6 метров роста. Машу, билтели юман. Что-то невероятное. И говорят, что это за существа? Это точно не были шимпанзе. И святые писания объясняют нам, что это были за химпанзе. А юэйзишу гибриди, мекешер бен малахей, шарет венашим. Написано, что были исполины, да? Гибриды. Гибриды, которые родились в связи, связи ангелов и женщин. Написано в бытие, в шестой главе, об этом. Очень много сейчас находят костей. Есть люди, которые с этим не соглашаются. Я, честно говоря, в это верю. Вы можете верить, можете нет. Написано даже в Талмуде об этом. После того, как Тит завоевал Иерусалим, к нему привели еврейских лидеров, оставшихся в живых. Он сказал, «Этем роима, элогим שלану, хазаким ме-эль шелахем». Он сказал, «Видите, наш Бог сильнее...» Он сказал, «Титус», он сказал. «Титус», он сказал. «Взял его в одну пещеру возле Иерусалима. И там были кости человека пяти или шестиметрового роста». Он говорит, «Это Аморей». Когда Господь дал нам эту землю, мы их всех уничтожили. Но когда Господь дал нас в ваши руки, так вы уничтожили нас. Потому что Он тот, кто контролирует все. И вот цеглядаты изошли в землю. И они забыли все величие Бога. Забыли все чудеса, которые Он сотворил в Египте и в пустыне. И они только посмотрели на рост этих людей. И испугались. Вы понимаете, пахот – это вещь. Страх – это естественная вещь. Но если есть обещание с небес, то лучше прилепить себя к этому обещанию. И возможно, перед тобой восстают тяжело. И тяжелые и трудные вещи. И тебе хочется более поискать значение этих вещей. Но на примере того, что мы учим в недельной главе «Шлах». Господь говорит, «Полагайся на Меня». «Полагайся на Меня». Не думай, что в Канаде будет лучше. Если я в особое время привел тебя в землю Израиля, «Полагайся на Меня». Иди и завоюй всех великанов. И преуспевай. И ничего не будет тебе мешать. Еще небольшой урок. В Колоссянах написано, «Мы можем во второй главе прочитать 6-9 стихи». Давайте посмотрим. В Колоссянах вторая глава, с 6 по 9 стих. Откруйте на ваших языках. На русском написано, «Если вы нашли Господа, то ходите в нем». «Будьте укорены, утверждены в нем». «И укреплены в вере, как вы научены, преуспевая вниз благодарением. И смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением». Послушайте. «Мы в основном здесь родители. И у нас есть дети. И мы всегда волновало то, что учат наши дети. Что они смотрят по телевизору? Кто их друзья? Родители здесь есть? Эти три вещи очень важны. Я не знаю почему. Но плохое влияние на детей почему-то оказывается намного легче, чем хорошее. Поэтому каждый родитель ответственен как минимум за три вещи. «Что твой ребенок учит или читает? Что он смотрит? И кто его друзья?» «Если вы не будете проверять все эти три вещи, практически 100% вы увидите, как ваш ребенок просто слетает с катушек. Это доказано. Это доказано. И до самой свадьбы наших детей нам нужно внимательно наблюдать, кто их друзья. И что они смотрят. Я думаю, если мы берем руководство в этом вопросе, мы увидим успех, что мы вложили максимум в эту вещь. Если что-то происходит неправильно, тогда это уже не в нашей власти. Но здесь как минимум мы сделали наш максимум. Но Иногда мы забываем, что мы сами смотрим, изучаем и принимаем для себя. И весь этот рассказ, который произошел в пустыне, это и есть история и объяснение. Муше нужно было настоять. Выгнать всех этих советчиков, потому что он чувствовал, что здесь что-то происходит неправильное. Последний стих, который прочитал Ицхак, написано, что он изменил имя Осии на Еушуа. Или по-русски Иисус. Что это значит? Осия Бен-Нун был его личным помощником. И Муше знал этого парня, где-то 40 лет, ему, наверное, когда-то было. И он знал его слабость и его сильные стороны. И он переживал. Так он изменил его имя. Осия — это тоже от слова спасения. Но Иошуа называет Иошуа — это Бог моё спасение. У нашего спасителя Иошуа — это такое же имя, Господь спасения. Просто в первом веке в отличие от того времени, когда Иошуа — это был. Были различные, была другая традиция, каким образом давать имя и сколько букв вкладывать в это имя. Из тетраграмматона. Из тетраграмматона. Теперь. Понятно? Да, понятно. Просто из слова Бога Юд-Хей-Вав-Хей в то время давалось две буквы. А во время Иошуа только одна буква Юд. Но это тоже значение. Но Муше боялся. И он говорит, чтобы Господь спас тебя. Чтобы ты не находился под этой неправильной философией, под этим неправильным учением. И произошло что-то ужасное. Сложно доказать, что это произошло в эти числа. Но говорят, что весь этот балаган с агледатами произошло на девятое ава. И потом в истории еврейского народа постоянно происходили трагедии на девятое ава. Разрушение первого и второго храном произошло на девятое ава. Погромы инквизиции. Когда Мирьям начала говорить против Мушей или против Бога, она сама и пострадала. Но когда группа людей решила пойти против Бога, они открыли адские врата для всего народа. И из этого мы учим. Почему в Новом Завете Шауль и другие авторы говорят не позволяйте злому корню расти в вашей среде? Потому что когда ты один делаешь балаган, то ты один потом и отвечаешь. Но когда возрастает какое-то злое растение, потом многие получают наказание. Что мы выучили, в общем? Есть ответственность. Есть личная ответственность и есть общая ответственность. Нам нужно понять, если у нас есть проблема внутри нас и стоит ли нам пойти к Господу и сказать помоги. И нужно измениться. И тогда мы будем светом для нашей страны. И тогда мы будем препятствием для нашей страны. Мы будем светом и благословением. У нас есть страна. У нас есть новая жизнь. У нас есть Тора. И у нас есть Маши в современном веке это самое великое, что только человек может получить. И нам нужно быть достойными стоять в правильном месте. И если Дух Святой обличает нас о наших внутренних проблемах, неверие и страх или открытые грехи, то это время попросить исправления исправиться. И он верен. И тогда он поставит нас в правильное место и в правильное положение. Я хочу завершить с молитвой. Отец наш небесный благодарю тебя за каждого кто принял для себя решение быть здесь. И это актуальное слово для людей которые живут за границей. Может они думают мне нужно сейчас переехать из страны в страну. Может быть да. Может быть Господь призывает тебя быть в твоем месте. И там где ты находишься быть там светом. Отец наш небесный твои руки устрояют нас. Устрояют в нас совершенство. Когда ты сказал Адаму мы сотворим человека. Ты сказал Адаму я и ты вместе будем работать над тобой. Мы молимся Отец чтобы ты совершил твою работу внутри нас. И дай этой работе силу с небес в имя еще ма шефа чтобы мы были светом чтобы мы были оптимистами чтобы мы смотрели на мир с мудростью и с правильным решением не 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 делать еда и чтобы мы распространяли знания о твоей воле среди всех живущих на земле я молюсь во имя Ишуа Маше Амин